всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад скорее всего я хотел сделать один расклад который предложила тани и назывался бы он что будет дальше после сложного этапа вот но в любом случае мне не хватило еще одной информации касательно того какие же перемены идут внутри нас что меняется поэтому я хотела это делать сначала а изначально отдельным раскладом и вот но потом поняла что нет лучше давайте я объединю будет два в одном потому что ну так вот просто логическая последовательность как называться расклад я не буду если вы смотрите значит вы уже знаете что я придумала название вот но в любом случае мы посмотрим сначала какие перемены идут внутри нас что внутри нас меняется и только после этого посмотрим что будет дальше после этого сложного этапа и те перемены которые у нас идут внешне однозначно они будут вам казаться что идет что что-то такое сложное как что-то не решается вот но следствием этого да должно быть что то другое вот что это будет другое мы с вами как раз таки посмотрим и так три позиции как обычно 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек выбирайте смотреть будем на колоде второго неба и земля и на колоде монолиза я продолжаю использовать как оракульная вот не знаю почему но на меня так идет и так надеюсь вы определились тайм-коды есть напоминаю что все мои услуги вы можете прочитать в описании к этому видео и к другим моим видео достаточно перейти по ссылке описание моих услуг вы увидите что у меня есть касательно консультации как проходит консультация что нужно сделать почему потому что почту как-то вы все сразу находите прочитать и пишите да хочу записаться на консультацию либо там не знаю хочу прийти на обучение и мне приходится вас так или иначе отсылать к этому документу чтобы все прочитали потому что все написано поэтому изначально если вы хотите прийти ко мне до либо хотите узнать даже про тот же самый курс древа жизни который у меня есть которая я продолжаю записывать поступательно да то есть не ждите что он будет быстро потому что очень много информации вот и мне нужно ее всю упаковывать понимать как это сделать таким образом чтобы не усложнять потому что я получаю обратную связь в котором некоторые из вас пишут что курс сложный и курс не не как бы так сказать не то что не для новичка не для всех давайте так скажем вот а когда я стараюсь упрощать информацию она теряет смысл вот и здесь вот у меня возникает такая дилема что мне делать и как-нибудь поэтому любая информация касательно меня и моих услуг да это обучение это консультация это мой дневник раскладов очень прекрасно красивой форме pdf есть в виде дневника можете все прочитать в описании к раскладу а мы с вами приступим я откладываю эти две позиции два камешках не видно с колодой так позиция номер один голубенький камешек мы с вами про приступаем какие перемены идут внутри вас знаете сразу как вихрь такой очень очень мощный как ураган что-то знаете что-то берет прям сносит сносит все что старая как как мусор какой-то знаете вот выносит из вас как отжившие как шелуха какая-то мощные перемены видимо вы долгое время откладывали что-то все как-то не решались не было сил не было возможности а тут пришло время что сама ситуация как будто бы вас вынудила либо вы что-то сделали что идут вот такие вот действительно сильные перемены сильные в контексте того что они будут очень болезненные то есть есть перемены поступательные медленные понемножку что-то меняем а здесь где-то даже и могут быть какие-то насильственные перемены ну то есть вы даже не желаете не хотите а как-то вот закрутилась как смерч как ураган да и вот она вот все уносит причем это идет по цепочке одно одно за другим одно за другим и вы даже не успеваете за переменами вы не успеваете их проживать не успеваете наблюдать за ними это просто случается и вы сейчас находитесь каком-то можно сказать даже шоке некоторым от того что происходит внутри вас сложно вам нащупать сложным вам определить потому что много всего происходит и это достаточно на такое скоростное вы не успеваете осознавать все перемены направленные на дальнейшее ваше движение до на на то решение которое вы уже приняли да и двигайтесь вперед и здесь вы уже получаете какие-то результаты то есть это не просто допустим какие-то чистки да и вот вы находитесь в этом процессе а вы уже можете отслеживать какие-то результаты то есть например я не знаю взяли веник в руки стали подметать улицу да вроде бы вы ее до конца либо двор то вы его до конца не подмели но уже оглядываясь назад вы уже видите что есть где-то чистые места да то есть а проделанной своей работе а небольшой но первые результаты вы уже видите что еще идут не выпадает колесо фортуны идут идет завершение завершение каких-то сценариев завершение каких-то циклов возможно вы уже находите ответы на какие-то вопросы которые долгое время не могли решить а здесь у вас идут очень серьезные перемены касательно вашей личности вашего характера то есть кто-то возможно если вы были где-то чрезмерно эмоционально вы как будто бы научились справляться со своими эмоциями да то есть не то чтобы не реагировать на что-то а вы уже как-то более спокойнее что ли то есть понимаете что уже импульсивность она вам идет не во благо если кто-то работал например со своим ментальным планом да со своим разумом то где-то уже понимаете что чрезмерный контроль чрезмерное вот это вот а размышления да она не всегда идет в плюс кто-то здесь работал например касательно своих финансов да я либо на бот работал над тем что вот прям необходимо было где-то заземлиться смотреть больше реальность здесь ощущение того что устали не то чтобы летать в облаках а к тому что многие планы где-то у вас не реализовывается и здесь как будто бы знаете пересмотр своих желаний а действительно ли мне это нужно что я получу то есть вот я хочу вот это я хочу вот это я очень сильно огорчаюсь почему потому что мне это не получается либо нет ресурсов финансов что угодно но здесь вот такое ощущение что вы как будто бы сели и пересмотрели а действительно ли мне это нужно не просто по ощущениям а в контексте а что я получу по итогу вот такие допустим мне надо что-то изучить науки я это про изучила прочитала что потом что потом я буду делать с этой информацией насколько то есть вы здесь как-то знаете более реалистично стали более практично прагматично может быть смотреть на какие-то вещи здесь вот вот этот вот образ у меня не оставляет этого веника да по и подметание двора либо улице как будто бы вы выметаете выметаете все что вам уже не нужно и вот вычищая пространство до вокруг вас у вас начинается вы приходите это все делаете для того чтобы увидеть вот эту вот искру жизни внутри вас да то есть не просто философский смысл а для чего мне жить да либо для чего я на на этой земле и так далее а вы уже четко понимаете что я хочу жить я хочу здесь происходит такая ситуация когда вы научаетесь из собственного опыта проживать моменте здесь и сейчас не философски не через развитие не через прочтение книг а именно на практике то есть вы понимаете что вот это вот жизнь да не то что я себе представлял представлял не то что я думал либо как-то написано в книжках а жизнь это вот то что я сейчас я проживаю и моя жизнь она может отличаться жизни другого человека но вы как будто бы для себя сейчас даже не то чтобы определяетесь а вы заново смотрите как будто бы знаете здесь открылись перед вами какие-то перспективы горизонты и вот вы стоите а перед вами огромный широкий горизонт и вы понимаете что все что вы выберете будет зависеть только от вас что здесь есть пришло такое понимание что нету знаете вот кого-то там врагов друзей что такого плохого или хорошего что вот этого двойственность она появляется только тогда когда вы совершаете какой-то выбор когда вы совершаете какие-то действия а пока вы ничего не делаете двойственности нет все находится в единстве и вот здесь вот ощущение того что да я сделаю это выбор но я понимаю что за ним потом и последует да и поэтому не то чтобы мы боимся сейчас как-то ошибиться здесь вообще уже не про ошибки здесь у вас появляется какой-то а вот внутренняя мерила что ли уверенности в своих действиях взросление взросление какой-то вот душевное имена взросление ваше да некого такого мудреца прожившего много чего осознавшего много чего в жизни до повидавшего много чего человека которая пробовала экспериментировал разные вещи и пришел в конечном итоге к тому что наверное смыслом напомню наполняем жизнь мы сами то есть нету жизни смысла смысл придаем мы ей своим собственными мыслями действиями поступками и вот здесь вот как будто бы вы поняли наконец-таки не то чтобы открыли а поняли для себя что все что в вашей жизни происходило оно происходило только потому что вы поступали так или иначе то есть еще расскажу нету здесь чего-то такого негативного что там бумеранг вам прилетал либо вы там я не знаю кому-то на хвост наступили и теперь вы за это отплачивали плачевали долги нет здесь нету этого здесь того что я делал такой выбор вот я выбирал это и у меня это было я а теперь такое ощущение что вот вы как будто бы решились выбрать настоящую жизнь да не те игры и там я не знаю испытания коисты какие-то которые вы себе раньше хотели а как будто бы решили что хватит но играть в эти выигры и до пришло время уже просто но жить вот и в под словом жить я здесь подумал подразумевая какая-то вот простота настоящность что ли ну вот именно просто так какая-то свежесть легкость упрощенность во всем то есть вы как будто бы вы метаете вот эти все сложности и начинаете упрощается жизнь для себя создавать ее по новой что еще меняется двери вам открываются какие-то куда открываются двери знаете вы как будто бы научились либо учитесь не могу понять по времени здесь как и здесь по-разному каждого понимать себя понимать себя настоящего то есть не 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 то есть вы четко уже определяете что вот это вот мнение это либо какая-то мысль которая вас голове приходит она допустим навеяна вашими родителями а здесь вот это вот навеяна как-то вашими друзьями а здесь может быть модой а здесь то есть вы четко уже понимаете вот это вот мое вот это не мое то есть вот это я хочу сделать а вот это я не хочу и отсюда вам открывается дверь и что вы понимаете что допустим если раньше я хотел к себе, допустим, либо хотела купить какой-то автомобиль, либо какой-то предмет, то сейчас я уже понимаю, что да, он дорогой, и я могу его себе позволить, либо постараться получить это, но в нем нет практичности, да, в нем есть вот этот вот фантик, вот эта вот обвертка, да, она будет красивая, но здесь вот у вас появляется какая-то практичность, то есть обычно мы говорим, это приходит как-то, знаете, вот у зрелых людей, да, люди, взрослые, старшего поколения говорят, ну, что ты так вырядился, да, не можешь одеть что-то такое, чтобы удобное, вот есть одежда удобная, а есть одежда красивая, и вот здесь вот у вас как будто бы пришло вот это вот понимание, да, когда я захочу, я могу одеть эту красивую одежду, но одеть, например, туфли, новые, которые красивые, но при этом они не разношенные, они мне натирают, и вот здесь вот жертвовать, страдать ради того, чтобы там куда-то пойти, и в течение этого часа она тебя просто смотрит, обращает внимание, восхищается твоей красотой, а ты при этом чем-то жертвуешь, да, вот своими неудобствами, ноги болят, и приходишь там с праздника с какого-то, где ты в кавычках рисанулся своей красотой, ты не был настоящим, почему, потому что все твои мысли занимали, когда же ты снимешь эти туфли, и вот здесь ощущение того, что те перемены, которые у вас происходят, вы понимаете, что я могу красоваться и при этом быть в удобной одежде, то есть не фантики делают людей, а их энергетика, то, что они излучают, их состояние, и вот здесь вот вам пришло вот это вот понимание о том, что, а на самом деле прикольно быть, когда все одеты при параде, а ты приходишь в джинсах, кедах и футболке, да, и при этом так или иначе все на тебя обращают внимание, да, будут осуждать, но зато ты сам собой, то есть все как будто бы, знаете, вот в этих масках и играются, а ты получаешь удовольствие, потому что ты настоящий, ты на том же празднике находишься, ты получишь те же самые, я не знаю, плюшки, которые есть там, но при этом тебе от этого будет хорошо, понимаете, вот здесь вот эта вот фишка, что есть я, кто есть я, вот здесь вот какие-то вот такие понимания пришли. Что еще меняется внутри вас, давайте посмотрим. Ваш внутренний мир, да, вы как будто бы заново открываете, здесь вот очень удивительно мне идет то состояние, что вы заново открываете себя и вы удивляетесь, что оказывается я способен на это, то есть если долгое время не могли кому-то дать отпор, не могли в чем-то отказать, да, не могли себя повести то, как вам не свойственно, то сейчас вы это делаете, и у вас появляется ощущение того, что а неужели я способен на это? То есть вот это, знаете, постоянное открытие себя, удивление, я и так могу, я и так могу, я и так умею, и вот это вот вас удивляет, какие-то качества, какие-то способности ваши, я способностями не подразумеваю какие-то сверхъестественные, там ясновидения или так далее, а именно какие-то вот ваши, я не знаю, человеческие качества, как добродетели, да, вот высокие моральные какие-то, морально-нравственные качества, то есть неужели я могу просто прийти и посидеть, я не знаю, с человеком, которому плохо, не советовать, как я раньше привыкла, да, не говорить, никак-то не поддерживать, не сделать что-то за этого человека, а просто прийти и сказать, что окей, если тебе нужна моя помощь, я вот здесь рядом посижу, если нет, я через пять минут уйду, и ты можешь продолжить все, что ты хочешь делать дальше, просто я хочу, чтобы ты знал, что я здесь, я рядом, да, только скажи, и я помогу по мере своей возможности, здесь вот какие-то, не то чтобы вы раньше на это не способны были, но вы так не делали, вот здесь вот что-то новое вы начинаете делать, то, чего не делали ранее, возможно, раньше у вас была какая-то присутствовала надменность, в контексте того, что вы очень мудрый человек, и вам иногда встречались люди глупее вас, некрасивое слово, я знаю, но у каждого же свой уровень развития, так или иначе, если называть вещи своими именами, да, мы говорим, это человек глупый, это человек умный, и так оно и есть, да, то есть от этого, как мы иначе назовем имя, да, то есть суть не поменяется, и вот у вас раньше в окружении были люди, встречались вы с такими, которые были, ну, глупее, да, может быть, они были в чем-то лучше вас, да, в каких-то способностях, возможно, но ментально и интеллектуально они были ниже уровня вас, да, то есть не было такого уровня развития, как ваш, так вот, раньше вы на этих людей как будто бы смотрели свысока, вам было неинтересно, а сейчас что-то такое вот открылось в вас, да, и вы как будто бы с этими людьми, что ли, начали разговаривать на равных, то есть вы уже не принижаете их, а вы как будто бы, то есть здесь вообще нет оценки, да, какой-то интеллектуальной, вы с ними разговариваете, как с людьми на равных, нету такого, что вот я выше, ты ниже, либо я спасаю, а ты жертва, нет, а здесь вы как-то вот, знаете, когда ты хочешь пить воду, да, и тебе абсолютно все равно, ну, то есть это человек умный или глупый, да, все подходят и пьют, точно так же, как животное на водопое, то есть когда засуха присутствует и находится где-то источник воды, все животные подходят к реке, и неважно, это будут тигры, львы и шакалы, и гиена, и все вместе, то есть при других каких-то обстоятельствах один бы гнался и являлся едой для другого, а здесь как будто бы все на равных, вот у вас вот такое вот сейчас появляется, да, то есть уже нет вот этой вот надменности, вы как-то проще относитесь к этому, я не знаю, что у вас там происходит такое, да, и то есть раньше вы как будто бы были, вот видели себя как учителя, да, как преподавателя, как человека знающего, ведущего, которому, которым восхищаются, которому, возможно, поклоняются, для которых вы являлись там учителем, кумиром, вот, а сейчас вы уже понимаете, а кому это нужно, да, то есть я могу то же самое сказать, и меня будут слушать так же, то есть, понимаете, не меняя себя, но вы как будто бы проработали как-то свое эго, что ли, вот эта вот надменность, да, желание получить признание, желание, чтобы вами восхищались, чтобы на вас обращали внимание, а сейчас, когда этого нету, вас это уже так сильно не напрягает, так, вот такие перемены идут внутри вас, хорошо, давайте мы посмотрим, что будет дальше после сложного этапа тех перемен, которые происходят внутри вас, я сначала посмотрю на этой колоде, а потом посмотрю на другой, что будет дальше после сложного этапа, сказала, что будет дальше, будет разрушение, будет башня, вот, вот дальше будет как раз-таки, либо какое-то время еще будет продолжаться башня, будет, недолго, но она еще будет продолжаться, Почему? Потому что где-то еще в каких-то моментах вам не комфорта, я не говорю, что вы держитесь, да, вы уже не держитесь за старое, но как-то вот то ли откаты идут, да, в прошлое, то ли вам как-то вот удобнее, понимаете, вы не хотите терять вот свой комфорт и удобство в том, как вы раньше действовали. Да, то есть здесь вот уже где-то процентов на 70 у вас есть, это новое, и осталось вот эти вот процентов 30, но знаете, как обычно говорим, жалко, жалко выбрасывать, да, ну вот оно же еще хорошее, оно же еще служит, и вот вам нужно понимать, что надо вычиститься до конца, да, надо вот обнулиться до конца, вот это вот старое должно уйти, оно вас, не то чтобы оно держит вас как-то, либо мешает, но оно просто уже отжило, и оно не украшает вас, да, оно есть, но это как, допустим, вы одели красивый вечерний туалет при макияже, при прическе, да, все красное, прекрасно пахнете, и в домашних тапочках. Ну и что, что тапочки там с пушком или еще что-то такое, такие мягкие, розовенькие, да, ну и что, что они новенькие, ну не идут они туда, понимаете, другой должен быть, другой должна быть обувь, которую вы одеваете. Вот здесь вот что-то такое, что еще будет после сложного этапа, ну вот, и потом у нас выходит шут, как раз-таки вот потом у вас будет обнуление, то есть понимание, что нужно уметь вовремя ставить точку. Вот то, что вы откроете, когда я говорила что-то новое, вот это вот в себе, и будете удивляться, вы будете удивляться, что вы научились, знаете чему, вовремя уходить, разглядывать в людях то, что вам не нужно. Еще раз скажу, вы не будете оценивать и говорить, что вот этот вот человек, он плохой, да, а я хороший, как возможно раньше у вас было, либо я опытный, а он нет, нет, вы просто будете понимать, что у этого человека есть свой путь, у меня свой путь, и мы, ну, не пересекаются у нас, да, параллельные пути у нас не пересекаются, и вы просто ставите точку и говорите, окей, я иду своим путем, ты идешь своим путем, и при этом, ну, нет вот этих вот обид, нету разочарования, вы будете оставлять те вещи, причем, знаете, не привязываться, как раньше у вас было, да, вот вы привязались кому-то, и потом вам сложно оставить этого там человека, ситуацию, вещь, не знаю, что угодно, а вы уже сразу на корню, исходя из своего опыта вот этих вот перемен, потому что вы будете четко понимать, что вы хотите, что ваше, что нет, вы себя уже знаете, и вы будете оставлять, то есть видите человека, да, окей, раз постричали с ним, поговорили, второй раз, ну, поняли, где-то мы соприкасаемся, где-то есть точки соприкосновения, а где-то нет, но все равно это не мой человек, все, и вы идете дальше, вы прекращаете общение, уже нету вот этого, вот, а как ему это сказать, а что, чтобы его не обидеть, вот, вот этой вот шелухи уже нету, понимаете, вот здесь вот чувство, что вы стали как будто бы настоящими, да, что, что будет потом, не будет, понимаете, вот этих вот каких-то замках, которых вы рисуете, вы знаете, здесь будет наоборот понимание, что ценность, ценность жизни будете понимать по-другому, вот как если вы знаете, вот бывают люди, которые пережили клиническую смерть, и они после смерти, у них как-то меняются взгляды, они понимают, что, ну, вот это вот уже тщетно, да, там, гоняться за какими-то материями, ну, нужно что-то сделать другое, как-то по-другому жить, что ли, больше обращать внимание на людей, как-то взаимодействовать с ними по-другому, ну, жизнь меняется, так вот у вас ваши вот эти вот иллюзии, то, во что вы верили, что нужно сделать для того, чтобы стать взрослым человеком, как было в прошлом раскладе, да, либо стать целостным, самостоятельным человеком, независимым, вот у вас это уже уйдет, вот эти вот иллюзии, они у вас уходят, вы уже как-то вот по-другому понимаете, что я настоящий, мне уже не нужно никем становиться, а мне нужно просто делать то, что, то, кем я являюсь сейчас, да, не становиться кем-то, кем я не есть, а быть и проживать то, кем я есть, вот в чем фишка, вот вы дальше потом, либо должны будете проработать вот эту неуверенность, либо у вас эта неуверенность, она, ну, то есть я имею в виду, кто не проработал, он будет прорабатывать, а кто проработал, она уходит в контексте вот именно коммуникации, у вас, знаете, вот отношения у вас будут с людьми, в общем, выстраиваться как-то искренне, вот не будет вот этой лжи, фальши, будет искренность, будет душевность, будет какие-то вот настоящее, что ли, вот вы будете, если вы будете общаться с людьми, вы будете только общаться с теми, с кем вы заинтересованы, а в ком вы не будете заинтересованы, вы открыто будете говорить, то есть, понимаете, здесь как будто бы сильный человек, это тот человек, у которого нету страха, понимаете, вот здесь вот такое ощущение, что очень много страха в вашей жизни, либо вы их проработали, либо вы их отбросили за ненужностью, да, то есть вы как будто бы перестали бороться и бояться, и бороться тоже, скорее всего, оговорка по Фрейду, и стали более уверенным в себе, да, то есть это вам придало, то есть если я не боюсь, а я не боюсь, допустим, там, завязывать какие-то отношения, разговаривать с людьми, пробовать какие-то новые вещи, если я не боюсь, то я становлюсь сильным человеком, душевно сильным человеком, и здесь вот у вас уроки, они как раз-таки будут по коммуникации, по общению, то есть, видимо, здесь у вас была какая-то загрузка, был самый, скорее всего, большой страх, да, при общении с другими людьми, вот так будет у вас развиваться ваш следующий этап, этап после сложных перемен, это там по времени у меня, так, и мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, да, какие перемены идут внутри вас, что сейчас меняется, я такой, улыбаюсь, почему здесь прям вот такой раскатистый, заливистый детский смех, когда, когда, знаете, вот ребенка щекотит, и вот он смеется, радуется, вот здесь вот сейчас вот какие-то такие перемены идут, радостные, что ли, что-то связано с радостью, что-то связано, может быть, у кого-то идет рождение ребенка, может быть, вашего внутреннего ребенка идет рождение, принятие как-то вот взаимодействия, может быть, сейчас этап, мы говорим о сложных этапах, но мне показывают здесь как раз-таки вот много радости, либо вы желаете вот этой вот какой-то вот радости, легкости, что все было, ну, невзначай, случайно как-то, да, очень много улыбок, очень много света, и какой-то, знаете, вот праздника, праздника, но не вот фоном это как-то идет, вот радость, радость. Хорошо, какие перемены идут внутри вас? Ну вот, двойка, смотрите, какая красивая, вообще здесь колода красивая. Перемены внутри вас, они идут связанные непосредственно с вашей либо любовью к себе, либо с гармонизацией, либо как-то внутреннее ваше удовлетворение самим собой. То есть здесь вот, ну и солнце, вот я говорю. Что-то, что связано с вашей личностью. Вот как первая позиция, здесь то же самое. Как-то заново рождение, ну, точно у кого-то в семье, может быть, дети рождаются, внуки рождаются. Здесь какой-то вот праздник. Праздник. С чем связан этот праздник? Что-то, что-то завершилось. Вы приняли какое-то решение, знаете, и не то, чтобы вы долго его как-то решались, а здесь перемены связаны как-то с вашими желаниями, перемены связаны с вашими у кого-то способностями, перемены связаны с вами, вот как с магом, с волшебником, с человеком, который может реализовать все, что он захочет. Здесь такое ощущение, как будто бы вы здесь легкость присутствует, скинули с себя то, что вам было сложно. И вы как будто бы поверили. Здесь вот вопрос самооценки у меня проходит, что я как будто бы поверила, либо поверила в самого себя. То, что вы долгое время как-то не начинали, вы как будто бы решились это начать. Здесь либо кто-то решил выстроить отношения с кем-то, с новым человеком, либо здесь что-то такое хорошее, плодородное, что-то хорошее, связанное с изобилием, с деньгами, с материей, с какой-то стабильностью. Вы как будто бы, знаете, разрешили себе что-то. И вот вам так хорошо, и вы радуетесь. Ну вот обычно говорят, да, псих-одиночка сидит, человек сам себе улыбается, сам себе радуется. Вот у вас вот такое какое-то состояние. Так интересно, когда я делаю расклады о чем-то таком хорошем, почему-то мне сложные какие-то вещи проходят. А тут я, значит, решила сделать расклад о том, что будет дальше после сложного какого-то этапа. Это уже вторая позиция, которая мне показывает наоборот, что это не сложности, а что-то такое хорошее в вашей жизни случается здесь. Какая-то парность. Вот проходит у меня какая-то парность. Может быть, здесь кто-то действительно нашел себе партнера, а может быть, кто-то нашел здесь себя самого, кто-то нашел какое-то свое дело. Но вот здесь вот этот вопрос, что я наконец-таки поверила в себя, я наконец-таки сделала то, что я хотела долгое время и не делала. Ну вот, императрица. У императрицы есть уверенность. Я знаю, что я хочу, я получу, я заслужила, я достойна. Это архетип человека, который умеет высказывать свои желания, умеет проговаривать их, умеет получать все, что он хочет. Вкупе вместе с магом. Два великих аркана после смерти, после перемен, трансформации, которые у вас были долгие. То есть вы как-то вот что-то не решали сделать. А сейчас... У меня такое ощущение, что кто-то, может быть, дал согласие на брак. Кому-то сделали предложение. Вот вы согласились. Либо кто-то здесь согласился, там, я не знаю, на рождение ребенка. Ну вот здесь вот какая-то вот радость, которая связана с личностью, ваше личное какое-то. Не знаю, может быть, кто-то хотел долгое время поехать в путешествие, и как-то не получалось. Либо в отпуск. Ну, это не такой отпуск, вот взять и отдохнуть, а, ну, вы хотели этого, да, где-то, может быть, где-то уже и не верили. А тут вдруг неожиданно, да, какая-то путевка появилась. И вы говорите, окей, я поеду, да. Либо здесь какая-то, что-то связано, может быть, с подарками. Какой-то неожиданный большой подарок вам сделали. Либо неожиданно пришла какая-то вот большая сумма денег. Что-то, что вас обрадовало. Вот мне здесь все карты говорят о том, что, причем, это было что-то долгожданное, когда вы хотели в это, но оно для вас было каким-то таким нереальным, заоблачным, и вдруг оно неожиданно случилось. Вот у вас что-то такое происходит по состоянию, что меняется внутри вас. Вот сейчас я вам покажу карту. Я же говорю, что это колода для меня, Монализа, она больше оракульная, а не традиционная. Называется она «Семерка кубков». Я не знаю, насколько вам близко видно, но суть заключается, еще поближе поднесу, суть заключается в том, что вот здесь вот стоит женщина, и она наливает в кубок яда, пока здесь, значит, иерофант, попа римский, спит. Причем она под вуалью, условно говоря, пакостничает. Вот я не могу как-то здесь ничего сказать. То есть такое ощущение, что подсыпает, наливает что-то в стакан, как-то за спиной, причем потому что здесь еще и вуаль. Такое ощущение, что вот перемены идут с вашим окружением. Как будто бы пока вы спали, что-то было за вашей спиной. И что здесь меняется в контексте этого? Может быть, это даже ваши как-то близкие, родственники в семье, что-то такое делали, пакостничали за вашей спиной. А сейчас вы... Кто-то за вами наблюдал, смотрел. И от этого вы очень сильно переживали, да? То есть, ну, что-то нехорошее делалось за вашей спиной. Окей. И что с этим? А вы как будто бы, знаете, не обращаете внимания на это все, да? Вы знаете об этом. Я не могу сказать, что вы об этом не знаете. Вы знаете. Но вы как будто бы продолжаете идти своим путем, да? То есть вы продолжаете как-то жить своей жизнью. Может быть, вам кто-то говорил, что не имея отношения с этим человеком. Он тебе не подходит, он нехороший. А вы как будто бы... Ну, то есть, собака лает, а караван идет. То есть вы занимаетесь как-то своим делом. Это даже может быть связано еще и с каким-то вашим обучением. То, что вы изучаете, то, что вы читаете, получаете какую-то вот... Где-то получили какую-то информацию. Новость какую-то. По идее, по идее, здесь такая ситуация, что вам должны были как-то вот напакостничать, что-то нехорошее сделать. Вот. Знаете, вот так иногда бывает, доброжелатели, да? Я тебе расскажу там, что твой муж изменяет. И все, типа, я тебе это во благо. А ты сидишь и думаешь, как же мне теперь быть? Что же мне делать, да? Во благо называется. Помог товарищ, да? То есть, с одной стороны, неизвестно, помог он или насолил. То есть, здесь вот такое вот какое-то ощущение. Но ожидали, это делали специально, да? Чтобы вот вас как-то... Вашу вот эту вот самооценку, да? Подбить. Потому что не понравилось людям, что вот вы неожиданно как-то стали серьезным человеком. Серьезным, ну, я имею в виду, то есть независимое... Такое чувство, что раньше как будто бы вот вас использовали, да? Вам причиняли как-то вот осознанно какую-то боль душевную и радовались. Вот нравилось людям, да? Вот вам пакостничь, когда вы плакали, когда вы расстраивались. А тут что-то такое неожиданно произошло, и вы как-то перестали на это обращать внимание. Ну, то есть, хочешь, чтобы мне высказать гадости, да? Ради Бога. Я послушала, пошла дальше. То есть, не обращая внимания. Здесь вот какие-то перемены внутри вас, да, произошли с вашим характером. И люди уже не могут вам как-то насолить. То есть, они вам продолжают что-то делать, какие-то пакости, а вы на это не обращаете внимания. И они не могут понять, то есть, что происходит, да? Раньше бы ты переживала, раньше бы ты грустила, расстраивалась. А сейчас как-то вот... Я не знаю, здесь у кого-то что-то еще даже и забрали, может быть. Но забрали, и казалось, что вот вы будете как-то там переживать. Я не знаю, может быть, землю у кого-то забрали. Может быть, дом, участок, что-то. Может быть, отсудили что-то. И казалось, что вот вы будете переживать по этому поводу, там, просить, унижаться, умолять. А вы, ну, и ради Бога, да, и меньше проблем стало. Я и так, типа, не знала, что сделать. И вот здесь вот... Знаете, вот как-то что-то заново рождается. Вот вы как-то внутри себя нашли силу, нашли точку опоры. Вы как будто бы исцелили вот эту вот... Боль, которую вам причиняли. Здесь как будто перерождение произошло у вас. И вы вышли как-то, знаете, вот красивым, красиво вышли из ситуации, если так можно сказать. И люди удивились, даже не ожидали какого-то результата. То есть они сами не поняли, как... Понимаете, вот как-то своими вот этими вот пакостями, неприятными вещами, которые они делали, они вместо того, чтобы вас как-то вот унизить, оскорбить, они, наоборот, слепили из вас нечто лучшее. То есть, как мы говорим, да, нет худа без добра. И вот здесь вот вы это добро, а худа это другие люди. И вот они вроде бы, ну, что-то плохое такое сделали по отношению к вам. И они как-то поспособствовали даже становлению вас вот именно прекрасным человеком. И они сами удивились. То есть они не ожидали вашей реакции. Вот я не знаю, как эту карту описать. Вот посмотрите, царя два человека, да, и они вроде бы сломали стену, а за стеной вот эта вот прекрасная статуя, очень красивая, прекрасная женщина. То есть как будто бы, знаете, вот высвободилось из вас то, что вы скрывали долгое время. Вот как-то вот эта вот ваша красота. Я не знаю, что здесь за ситуация, но здесь какая-то точечная ситуация мне показывает. Что будет дальше? Что будет дальше? Верховная жрица. Пока неизвестно. Пока нет ответа, потому что окончательно ситуация не сформировалась, чтобы сказать, что будет дальше. Здесь еще есть какой-то путь, который нужно пройти. То есть не все еще знаменатели известны. Вот. Еще будут сложности какие-то. Вам, вы как будто бы находитесь в начале пути. Вот вам здесь нужно довериться себе. То, как вы чувствуете, да, то, как вы поступали до этого момента, не в прошлом, а до этого момента. Вот что-то такое вы сделали новое, да, нечто новое, что вот не ожидали люди от вас, да и вы сами от себя не ожидали. Вот вам нужно продолжать это делать. То есть здесь как будто бы, знаете, вот какое-то планирование необходимо для того, чтобы прийти к тому успеху, которому вы хотите дойти. Выпадают два великих аркана, две и три ипостаси женщины, да, верховная жрица, звезда и императрица. Это путь. Вот это вот ваш путь. Вы, у меня такое ощущение, что вот вы нащупали для себя ту стратегию жизни, тот путь, по которому вам нужно идти. И вот этот путь, он верный. И вы вот в начале, да, то есть вы что-то поменяли, и, ну, это была случайность, то есть вы не сделали что-то осознанно, понимаете, что-то. И вот как это случайно нащупали, я не знаю, зашли в темную комнату и искали где-то светильник, ну, либо выключатель, чтобы свет включить. И вот как-то, я не знаю, может быть, подскользнулись, условно говоря, да, упали и вот рукой так как падали, задели по стенке, гоп, и свет включился. То есть неожиданно вот так вот мы прикоснулись, и включился свет. То есть нашли, нащупали с этого включателя, что по идее, ну, включатель-выключатель, по идее этого не должно быть. Вы не знали, что он там. И вот этот какой-то случай, да, случай случайный, он поспособствовал тому, что вам показали случайности, не случайность, что вам как раз-таки и показали, в каком направлении вам нужно двигаться. То есть вам вот через эту случайность, через эту какую-то деталь, которую вы неожиданно для себя открыли, вот в этом направлении вам и нужно двигаться. И отсюда вот эта вот радость, понимаете, что вас больше не трогает, вас больше не ранят слова других людей, вас больше не задевает. Не знаю, может быть здесь кто-то избавился от кого-то, знаете, вот ушел из семьи, да, отрезал эту пуповину, и вроде бы, да, надо переживать из-за того, что вот конфликтовали, там, не знаю, с мужем, свекровью, с матерью, неважно с кем. Какой-то, может быть, ссора, конфликт был, да, и казалось бы, надо переживать, а потом наладить отношения. А тут вы как будто бы вынуждена, может быть, кто-то переехал куда-то. И с одной стороны, да, вы переживаете, потому что вам нужно будет начинать заново свой путь. А с другой стороны, ну и хорошо, и подальше от этих родственников и проблем. То есть вот здесь вот какая-то такая вот ситуация. Что еще будет дальше? Дальше вы будете идти к своим желаниям, дальше вы будете идти к тому, что вы для себя наметили. Да, вот к этому, ну вот путь, дальше у вас идет путь. И это путь правильный, это путь уверенности, это путь какой-то, вы знаете, стабильности, умения выстраивать границы. Вы как будто бы нащупали, вот что-то такое произошло, что вы поняли себя. Вы как будто бы поняли, вам понравилось. Вот что-то вы сделали, и вам это понравилось в своем характере, что вы смогли, вы как будто бы справились. И дальше вы это будете укреплять. То есть будете повторять, здесь какая-то модель, да, новая зародилась у вас. И вот вы будете вот эти вот нейронные связи, да, укреплять их повтором-повтором, для того, чтобы вот новая тропинка превратилась в путь, в широкий такой путь. Хорошо, что дальше будет? Еще давайте посмотрим вот на этой колоде. Что дальше будет после этого сложного пути? Знаете, дальше будет некое такое уединение, но не пугайтесь. Это не будет холодность и какой-то негатив, а здесь вы, как будто бы вам дастся время для того, чтобы вы вот эту вот внутреннюю свою красоту, которую вы увидели, раскрыли, чтобы вы как-то насладились, чтобы вы ее сами оценили. Здесь вы как будто бы свое сердце будете исцелять. То есть вот как ни странно, обычно двойки люди такие компанейские достаточно, ну вот семейные, вы социальные люди, вам нравится быть в обществе. А здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы будете радоваться, не знаю, я в самом начале сказала, да, смех вот этого ребенка, вы как будто бы нашли какой-то внутренний мир, мир волшебства, мир фэнтези внутри себя. И вы радуетесь, и вам вот это вот открытие себя, то, чем вы будете заниматься, может быть, какие-то знания откроете, да, для себя, либо чем-то, что-то будете изучать. Оно вам будет нравиться, вам не будет, вы не будете чувствовать вот это вот одиночество, здесь уединение идет, здесь ваш выбор, что вы уединили специально, потому что вам это нравится, вам это необходимо. Через это вы как-то вот, понимаете, свое сердце будете исцелять. Но это не сложный путь, это не негативный, это очень-очень позитивно. Это перемены, перемены к лучшему, да. Это перемены к себе, понимаете. Но есть вот путь болезненный, а есть путь в радость. Вот когда есть вынужденные вещи, которые нас отдаляют, изолируют, а есть, когда я выбираю, я выбираю побыть собой, я выбираю, я не знаю, там, сесть, кто-то вышивает, да, просто сесть, найти время, вышивать, и меня это наполняет как-то, радуется, радуюсь я этом. Кто-то, может быть, что-то сделает. То есть, наконец-таки я нашла время, я смогу сделать эти торты, на которые у меня все время времени хватало, да. Наконец-таки я вот как-то, понимаете, вот как-то нашли время для себя. Я не знаю, кто чем занимается, у каждого здесь свои хобби. Но кто-то здесь что-то вот с красками, но это не рисунки, я не знаю. Может быть, сладости как-то красите, может быть, краской какой-то, да, может быть, свечи красите. Ну вот что-то здесь красительные какие-то, красители проходят, вот, и вам вот это вот нравится, понимаете, тот процесс, в который вы погружаетесь, но его задача, этого процесса, чтобы вы стали другим человеком, чтобы вы обрели вот эту радость, которую вот долгие годы, долгое время вас как-то лишали, либо вы сами себя лишали, а здесь вот вы это обрели, и вам дается вот этот период на то, чтобы вы в этой радости прожили. Чтобы вы перестали думать, что вас будут наказывать, что вас будут ругать, вот вы как будто бы знаете, здесь точно кто-то может быть обретет какую-то вот свою любовь, мне в этой колоде нравится королева педакли, смысл королевы педакли второго в другом, а вот здесь вот посмотрите, они почему-то больше влюбленных напоминают, то есть вот женщина полностью находится в доверии, королева педакли у нас говорит о доверии, о преданности, о верности, и вот здесь вот такое ощущение, что может быть кто-то пару обретет, действительно, а может быть кто-то научится наконец-таки доверять, да, причем доверять мужчинам, но опять-таки доверять это не в контексте я всем доверяю, да, а именно я умею выбирать, отсекать то, что мне не нужно и доверять тем людям, которых я уже проверила, ну вот здесь, вы знаете, понимаете, здесь не просто она находится в паре лежит, она получает удовольствие, то есть она лежит и она, вот ей хорошо, ей спокойно на душе, понимаете, она наслаждается тем, что она находится вот в этих теплых объятиях, да, она может довериться и, ну, она уже не переживает, она уже не волнуется, вот здесь вот состояние, здесь не опарности, вопрос, хотя тоже есть, почему, потому что мы начинали с двойку кубков, здесь заканчиваем королеву Пентакли, что в классическом Таро, это в принципе замужняя женщина, да, то есть это мать, хозяйка, но здесь она изображается как в надежных руках, вот эти надежные руки могут быть ваши, вы сами находите в своих собственных надежных руках, вот, и перестаете быть вот в этом, смотри, здесь восьмерка мечей, она вот такая, да, вы перестаете быть вот человеком пугающимся, того, что вот его как-то накажут, что на него вот обрушатся вот эти вот мечи и я всего боюсь и все такое, здесь вы как-то вот стабильность какую-то обретете, но вот именно в контексте доверия себе, все, не буду вытаскивать, хорошая такая карта, мне прям понравилась, мне нравится, когда многие из вас пишут, что вот, Елене, вы вселяете надежду, причем, знаете, не псевдо надежды, такая, которая, а, все будет идеально, да, все так сахарно и приторно и так далее, нет, а действительно настоящее, что, ну, не все так плохо в жизни, да, есть и хорошие моменты, и их нужно ловить, их нужно проживать, ощущать, вот у вас, вот я говорю, у двоих самая такая вот большая трансформация происходит, я и в прошлом раскладе говорила про про застреление, и вот сейчас, то есть у вас есть вот это, что я, наконец-таки, не амеба такая непонятная, бесхребетная, а я личность, и это здорово, да, я мягкая, да, я не такая резкая, не жесткая, но и в этом тоже есть какая-то своя прелесть, и поэтому здесь вот не то, что мне хочется вас поддержать и дать ложные какие-то иллюзии, ни в коем случае, не надо одевать розовые очки, а здесь наоборот, то, что вы молодцы, и у вас это получается, это здорово, если вы к этому придете, но опять-таки мы понимаем, да, что нужно стараться что-то делать, просто так, у вас только получается включать, да, найти включатель, а не выключатель, а все равно встать приходится вам самостоятельно, и что-то увидеть в этой комнате темной тоже вам приходится самостоятельно, но вы молодцы, вы знаете об этом, вы справитесь. Так, мы переходим с вами к позиции номер три, зелененькому камешку, так смотрю на время, и мы с вами посмотрим, какие перемены идут внутри вас, и что меняется, какие-то темные дороги здесь у вас идут, такое ощущение, что вот вы как будто бы едете на какой-то карете по темной дороге, это ночь, такая земляная дорога, куда-то вы двигаетесь, что-то оставляете, куда-то едете, переезжаете. Перемены ваши, они связаны либо с построением чего-то нового в вашей жизни, либо оттачиванием как-то вашего мастерства, но здесь идет вот именно работа по построению фундамента, это идет очень медленно. Какие перемены еще идут внутри вас? Медленно, почему? Потому что вас останавливают какие-то эмоции из-за вашего прошлого. Как-то ваше прошлое, оно влияет на вас. Что именно в этом прошлом? Раньше, вот смотрите, сейчас такое ощущение, как будто бы вот то, что я увидела дороги, это состояние вашей души, вы как будто бы хотите двигаться, куда-то поехать, что-то сделать, передвижение, какой-то вот праздник, легкость, какие-то бонусы, может быть, хотите получить, плюшки вкусненькие, где-то, может быть, просто пообщаться с друзьями, встретиться, попить кофе, что-то вот, какая-то такая легкость, да, праздное состояние общения, веселья. Вот вам не хватает этого. А здесь у меня, что-то там произошло? Сейчас у вас этого нету. Раньше вы двигались как-то к своим целям, да, у вас были цели, сейчас я так подвину еще чуть-чуть, то, чтобы вам видно были карты, хоть вверх ногами, но все равно. Вот раньше у вас были какие-то цели, да, раньше вы были нацелены на движение, что-то реализовывали, что-то планировали. То есть такое ощущение, что вот у вас была какая-то жизнь, да, достаточно бурная, достаточно активная, вы могли достигать того, чего вы хотели. А сейчас как будто бы есть какое-то вот затишье, и ничего не происходит, нет вот той активности, да, той движухи, которая была раньше. Есть какая-то вот размеренность, да, вот вы совершаете эти действия, которые вы, ну, вам нужно делать, либо вы привыкли, а вот ощущение того, что какое-то развитие нет, у вас нету этого развития. Вы как будто бы ушли в какое-то отшельничество, да, в уединение. Но больше вы занимаетесь тем, что вам не свойственно сейчас на данный момент. То есть вот вам надо как-то что-то определиться, что-то делать, вы ушли в какие-то вот рассуждения, как-то какими-то стали другими, тяжелыми стали. Лучше воздух был легкий, а сейчас он какой-то вот, знаете, вот спертый, тяжелый воздух, да. Когда долгое время не проветриваешь комнату, то так хочется открыть фото, вот, чтобы свежий воздух зашел. Вот это вот ваше нынешнее состояние. И вам кажется, что ничего не происходит, что развитие остановилось, и поэтому вы здесь как будто бы ностальгируете больше даже о своих каких-то бывалых, ну, прошлых, былых успехах. А почему ничего не происходит? Потому что дьявола проходите. А в каком контексте? У вас здесь дьявол, он связан с пятеркой мечей. Вот, посмотрите. Дьявол связан больше с коммуникацией. То есть ваши... То, что сейчас у вас происходит, как-то, знаете, со связями, такое чувство, что вот вас как будто бы все предали. Чувство того, что вот вас все оставили, вы как будто бы остались в одиночестве. То есть раньше у вас было очень много связей, и раньше у вас были какие-то встречи, куда-то вы ходили, да, что-то делали, с кем-то общались. А сейчас это все как будто бы ушло. Это как будто бы, ну, вот этого нету. Здесь идет вот именно проверка на то, что... как будто бы найти опору внутри себя. Вы здесь чувствуете, что вы обессилены, что вот... Раньше ваша сила, она была тогда, когда вы общались, да, вы получали как-то какую-то обратную связь, и вам было понятно, кто вы есть. А здесь как будто бы все эти связи, они как-то рухнули, ушли, что ли, не могу понять. И вот ваша опора, она как будто бы исчезла. Вы вышли, знаете, вот в этих, в электронных играх, да, вышли на какой-то новый левел, и вам дали, ну, то есть вам нужно выбрать новые скиллс какие-то, да, новые возможности, новые способности. Вот. Но раньше ваши способности, они были связаны с тем, что когда вам нужно решить какую-то сложную задачу, у вас был очень, ну, обширный такой, круг знакомых, не друзей, именно знакомых. Вы могли позвонить к человеку, и, допустим, поинтересоваться, а есть у тебя там кто-нибудь из хороших там адвокатов, врачей, там, я не знаю, учитель, преподаватель, кто-то, да, и вам отдавали какие-то рекомендации. А здесь такое чувство, что та легкость, которая присутствовала раньше по дьяволу, ее сейчас нет. И вот у вас какие-то, вот понимаете, то ли вы обиды прорабатываете, то ли вы предательство прорабатываете, то ли вы прорабатываете, знаете, тот момент, когда раньше вы, вот прям шли-шли к цели, получали все, что вы хотели. А сейчас такое чувство, что вот ваши цели, они как будто бы изменились, ну, то есть нету ценности. Вы не понимаете, допустим, вот раньше я чему-то обучилась, вот ходил на Таро, да, допустим, и у меня была цель, я стану Тарологом, буду помогать людям и так далее. А теперь вы вроде бы выучились на Таролога, а людям помогать не хотите. Почему? Потому что, ну, непонятно вам, а ваше это или нет. То есть здесь какие-то вот, не то чтобы сомнения, а непонимания встали, да, столкнулись с каким-то кризисом, столкнулись с какими-то сложностями, и здесь идет проверка, что вы как будто бы пересматриваете это все по отшельнику и думаете, а какой ценой я достиг того, чего я достиг. И то есть вот в конечном итоге я оказался, допустим, на вершине, но я мог потерять там друзей и знакомых. Либо я получу, там, не знаю, я хотела стать Тарологом, да, я стала, но при этом у меня проблемы там в семье, проблемы там с близкими, друзья от меня отвернулись, потому что не понимают то, чем я занимаюсь и зачем. То есть я вроде бы получил то, что я хочу, но какой ценой я это все получил. И вот здесь вот как будто бы здесь куча, какая-то вся гамма эмоций сейчас всплывает, и она и огорчение, и разочарование, и вроде бы, и с одной стороны ушли эти люди, ну и ладно, и хорошо, потому что, ну, освободилось место для кого-то другого, а с другой стороны жалко, как-то вот много с этими людьми, ну, хлеб, соль съели, и почему они как-то ко мне так отнеслись. Вот много каких-то сожалений, понимаете, много каких-то огорчений по поводу того, что произошло. Потеряли, много чего вы потеряли, вроде бы, получили то, что хотели, но получили по дьяволу, понимаете. Да, вам дали, но вам надо было за это все заплатить. А чем заплатить? Своим мировоззрением. Ярофант. Вот здесь ваши перемены, они связаны как раз таки с тем, что вам нужно, либо вы меняете свое мировоззрение, либо вам нужно изменить. То есть вот что-то такое произошло, знаете, когда раньше вы, допустим, вы были как бабочка такая, в басне Крыловой, летали, летали, а в конечном итоге вы пришли к тому, что, блин, осталось без скала, без двора, да, прекрасная эта легкость, и она мне нужна, но все-таки вот гад-муравей что-то знал, да, что он все лето дом свой строил, что-то делал, пока я радовалась. И вот здесь вот какое-то такое, что-то произошло, какая-то ситуация, у каждого она будет индивидуальная, что вот заставило вас немножко отстраниться, уединиться от мира и посмотреть на себя, на то вообще как-то вот, что вы имеете в жизни, да, и в конечном итоге, то ли это, ну то есть, то ли вы хотели, к этому ли вы пришли, то есть здесь такое чувство, что вот вы к чему-то стремились, шли, шли, шли долгое время, а теперь вы это получили, либо близки к тому, чтобы это получить, но вы понимаете, что что-то здесь, какой-то подвох, ну не нравится мне это, вот ну не такого, я хочу, что-то другого я вроде бы хотел, то есть зачем мне это, что я тут получил, и это вот такая ситуация, она специально была создана для того, чтобы вы сделали пересмотр вообще своего, вашего мировосприятия, чтобы оно как-то изменилось, есть такое ощущение, что вот вас убирают как будто бы от мира материи, больше как-то вот духовность вас ведут, что ли, знаете, вот здесь такое ощущение, когда человек работал, 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 а потом разочаровался и пошел в монахи, принял постриг и пошел в монахи, вот здесь вот как-то такое, что-то вот у меня такое ощущение идет, ну я еще раз посмотрю, какие здесь перемены идут, здесь у каждого, конечно же, у вас ситуация своя, но состояние, я стараюсь описывать состояние, потому что ситуацию я в любом случае не смогу описать, какие перемены идут? Здесь идут перемены, ваши вот именно профессиональные сферы мне показывают по восьмерке педагли, мастер, который рисует свою картину, я вот буду вам показывать, просили, мастер, художник, который рисует что-то, да, то, чего вот, то я говорила, да, то, к чему вы хотели прийти и что, и что, страшно как-то было, сейчас, я посмотрю, что здесь конкретно, что мне, понимаете, вам говорили о том, что вы, когда вам надо поменять в своем характере, да, для чего вот эти вот перемены, для того, чтобы вы изменили, вы были как-то, знаете, вот именно вот таким человеком, вижу цель, не вижу преграды, да, вот я иду, 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 иду к своей цели, и на пути вот к этим целям, которым каждый ставил для себя свои, в своих сферах, вы как будто бы не замечали жизнь и теряли намного больше, нежели цена того результата, который вы получили, вы хотели быть победителем, понимаете, по жизни, и в принципе вам и дали то, что вы хотели, но тут ощущение того, что вы как будто бы осознали, что, да, победителем-то я стал, но то, что я получил, вот оно как будто бы вас больше разочаровывает, понимаете, какой ценой, вот еще раз повторюсь, скажу, какой ценой вам эта победа досталась, то есть то ли вы хотели, вот в этой колоде луна, она какая-то такая вот странная, да, девушка вот такая манящая, и из облаков рука проходит, да, которая вот зовет, манит, то ли вы получили, и она как будто бы, знаете, вот не смотрит туда, откуда идет помощь, вот это в сторону смотрит, здесь вам говорят, знаете, чем он вас учат, очень много, во-первых, здесь у меня сразу идут мужские, какие-то вот активные энергии, слишком вы жесткие, понимаете, не хватает здесь гибкости, даже в получении того, что вы хотите, не хватает гибкости, гибкости мышления, гибкости вот того, чтобы получать, здесь как будто бы вот вас учат, да, смириться, то есть вот есть вот это вот, много эгоизма, есть много вот этой вот надменности, да, я, я знаю, я, вот этого вот я, и вот понимаете, чем больше вы вот это вот свое я показываете миру, тем больше вас ломают, для того, чтобы в конечном итоге вам показали, что, да, в те же, те же в тебе есть, в этом никто не сомневается, но вот как-то, я не могу это объяснить, мне здесь показывают то, что вот вас ломают специально, чтобы вот как-то слепить из вас что-то такое другое, не то, чтобы вы стали другим человеком, нет, вы будете победителем, но вы будете победителем каким-то, знаете, более вот человечным, то есть вот смотрите, допустим, есть, может быть сравнение неправильное, я не знаю, но есть военные, вот есть, например, Кутузов, да, который выиграл, да, свою битву, и есть Гитлер, и тот, и другой, они выигрывали свои войны, да, но один, я имею в виду, каким путем шел Гитлер, сколько всего, он получил, в какой-то степени, не важно, что война была проиграна, в какой-то степени, он получил то, что он хотел, да, но какой ценой это все было, то есть, насколько вот это вот, деспотизм присутствует, и другой, да, он получил, выиграл тоже, да, но где-то в чем-то он тоже проиграл, но вот у него, я и говорю про Кутузов, у него как-то вот, больше какие-то вот эти вот мягкие энергии, да, какой-то вот мудрости больше есть, то есть, я здесь вообще не про опыт, и объемы, и масштабы, воин, они разные были, я хочу сказать про состояние, то есть, один какой-то деспот, а другой тоже получает, да, он тоже может быть серьезный, он тоже может быть строгий, он может быть требовательный, но он не деспотичен, он не жесток, понимаете, вот здесь вот у вас идет, что я хочу, и вот прям какая-то вот жесткость, то есть, то есть, непоколебимость, я не буду ни с кем, ни на компромисс, ни на какой консенсус, я получу то, что я хочу, потому что я этого заслужила, вы понимаете, вот здесь вот какая-то такая упертость иногда, вот за это, за эти качества, вас как будто бы ломают, рушат, да, и чем больше вы, потому что внутри вот чувствуется, что вы какой-то мягкий человек, но вот для чего-то одели вот этот вот панцирь, понимаете, вот вас ломает, чтобы, да покажи ты свое лицо, ты больше выиграешь, нежели вот своим настоящим лицом, нежели ту маску, которую ты одеваешь, вот этого вот упертого, настырного, ну ты не такой человек, да, вот что-то здесь такое, здесь как будто бы надо, вот как только, знаете, здесь показывают, как только ты смиришься, почему, потому что силы неравны, где вселенная, а где вы, и вот вы как будто бы, вселенная хочет сказать, ну признай ты свое поражение, да, и я тебе дам то, что ты хочешь, ты получишь, но не потому, что ты указываешь мне, потому что здесь как-то вот такое ощущение, как будто вы указываете вселенной и говорите, вот так будет, я вот так хочу, безусловно так оно будет, но иногда вот это, вы знаете, соблюдение субординации, да, уважения к другому, да, к более высшей силе, то есть силу как-то вот надо ее уважать, ее не надо бояться, но ее не надо уважать, и, ну вот поклоняться тоже не нужно, но при этом должно быть уважение, да, То есть понимание силы, это неравные. Вот здесь вот такое ощущение, что вы как будто бы не понимаете, что силы ваши неравны, и вы начинаете бороться, начинаете с чем-то сопротивляться. А сверху силы, которые больше вас, говорят, ну окей, ты хочешь бороться, давай поборемся. То есть для меня это какая-то такая разминка, ты меня еще и повеселишь. А вы же серьезно включаетесь в этот процесс, вы начинаете обижаться, вы начинаете... То есть из-за этого вас... Ну то есть ты определись, либо мы играемся, потому что изначально силы неравны, да, и тогда я тебя не буду обижать. Либо ты серьезно подходишь, и ты проигрываешь, потому что, ну, я тебя подавлю. Вот здесь вот как-то вот какое-то такое очень жесткое обучение, говорится вам. Что меняется внутри вас? Еще раз посмотрю и скажу, что меняется внутри вас. Как-то это связано со спокойствием. Вот меняются ваши мечи, они как будто бы уходят, и на их место должна прийти вода. То есть если вы думаете, да, как вы думаете, ну вот вы как-то жестко думали, да, а здесь надо быть более как-то вот гибкой. Гибкость ума не хватает какой-то... Воды вам не хватает, понимаете? Прозривость, или как там слово это правильно говорится. Здесь такое чувство, что вот вам вас учат, да, чтобы вы умели делать правильно выводы из своих прошлых каких-то ошибок, либо вообще из своего прошлого какого-то состояния, сделали правильные выводы и больше не повторялись. А вы же как-то вот упертые, понимаете? То есть один раз не получился, и я еще раз так сделаю. Но сделаю, причем вот именно в точности, ничего не меняя, никаких-то действий. То есть другой человек бы подумал и сказал, окей, я один раз попробовал, у меня не получилось. Видимо, надо как-то вот подход поменять, да, что-то надо поменять, чтобы другой результат получить. А вы же получаете одни и те же результаты, потому что вы делаете одни и те же действия. Вот вам хотят как будто бы показать, что будь более лояльный, будь более гибкий, подходи к ситуации, к вещам немножко иначе. Ну, то есть меняй свой подход, не повторяй одно и то же. А здесь вот как будто бы нет вот этого умения анализировать прошлое, вычленять какую-то информацию, которая вам необходима. Вам как будто бы растаять надо немножко. Более много в вас, понимаете, более много. И мне вот постоянно показывают вот здесь, вы знаете, вот как маленького ребенка, который вот идет, идет, идет. И картинка такая забавная. Я не хочу вас обидеть, я просто хочу показать вам в состоянии ситуацию, чтобы вы поняли, что идет не так. Вот как будто бы, знаете, вот маленький бутуз идет такой, крепыш такой толстенький, плотненький, идет вот по дороге. И вот он хочет идти, а ему говорят себе туда, не надо идти. А он нет, он упрямничает. И вот показывает этот божественный палец, да, и он ему вот так вот в лоб делает, да. А тут идет прям серьезно вперед, как будто бы буксует на одном месте. А его палец просто сдерживает. Ну, то есть можно взять этим пальцем и убрать его в другую сторону. То есть сил не статает. А вот он упорствует, я хочу туда пойти. И причем я же взрослый, знаете, вот я же это сильный, я же способный. Ну, окей, палец просто поставили, вот так и сдерживает его. Все, не дают дальше идти. Что меняется в вас? Здесь интересно, так король кубков нарисованный, да, человек, который напился и лег спать. И приходит другой и смотрит на него, ну, другой человек. То есть тот, который лег спать, по-моему, здесь у него еще даже корона, да, типа вся история этого Папа Римского. А тут приходит его слуга, не знаю кто, и держится за голову. То есть, боже, как его теперь привести в сознание? То есть что произошло, как его сделать теперь человек? То есть что-то вы сделали не так, и теперь вас не знает, как привести в сознание. И вот у меня выпадает дьявол на повторе. Вы как будто бы ищете свет в туннеле. В вашем сознании должны произойти какие-то изменения. Вот что происходит в вас. Даже не столь в характере, а как-то вот, я говорю, мировоззрение ваше должно измениться. В вашем сознании должны прийти перемены. Вот вы держитесь очень, я говорю, вот это вот упрямство, да, вот это вот качество, которое вам нужно не то, чтобы избавиться, а научиться применять его в нужном месте. Да, почему? Потому что вот здесь вот четверка Пятакли, она показывает человека, который тащит за собой вот этот вот мешок с деньгами, а за ним бык вот здесь вот бежит. Здесь человеку нужно понять, да брось ты этот мешок, да, и спасай свою жизнь. Потому что, ну, бык бежит. А вы этого не понимаете, вы этого не осознаете. Вот вы тащите, почему? Потому что это же мешок с деньгами, если я не ошибаюсь. Да, там что-то такое ценно, деньги. Понимаете, что-то такое ценно, как я без этого, да? То есть ваша жизнь, она не такая ценная, чем то, за что вы держитесь. Что-то такое. Вот я говорю, здесь вот это вот перемены, которые происходят, они должны произойти в вашем сознании, вы должны оставить. Они идут, я вам в самом начале сказала, да, по умеренности, а только они идут очень медленно. Очень медленно. И вот это вот все, да, вот эти вот все воспоминания, было бы того, что есть, и все, что связано с прошлым, вот здесь вот как-то меняется. Должно поменяться. Разобрались. Разобрались, наконец-таки. Что изменяется в вашем сознании. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что будет дальше после вот этого вот сложного этапа. К чему вы там придете, что будет следующим. Следующий этап, следующий этап, он продолжается. Того этапа, который я сейчас рассказала, да, то есть вот эти вот сожаления, огорчения, утрата о прошлом. Видимо, что-то нам такое значимое было в этом прошлом, и в конечном итоге вы придете к тому, что вам нужно будет опять определяться. Определяться, что вы хотите, что вы будете выбирать, что для вас важнее, что вам нужнее. Потом опять войдете в состояние. Знаете, вот вы когда определяетесь, да, с чем-то, вот ваша модель не совсем правильная. Она заключается в том, что вы начинаете сожалеть, и вы не делаете, то есть, ну вот я дурак, я так поступил, я так сделал, и вы не делаете каких-то выводов. И вот эти вот все воспоминания прошлого, они забирают у вас силы. Вы огорчаетесь, у вас опускаются руки, вы не идете дальше, понимаете. И вот это вот ваше упрямство, что да, вы как будто бы начинаете этап пересмотра своего прошлого, переосознание. Только вот в этом переосознании вы включаетесь эмоционально. Вы не делаете выводы, благодаря которым вы можете изменить свою модель, да, поведение, а вы включаетесь в процесс, например, что-то вспоминаете, и вы не думаете, ну, то есть, не анализируете логикой ситуацию, а вы включаетесь, начинаете вспоминать, да, меня обидели, допустим, да, меня предали. И вот вы начинаете прокручивать эту ситуацию, вас нагнетает, и вы начинаете заниматься самобичеванием, расстраиваетесь по этому поводу, у вас потом нету сил, да, и зачем я это вспомнил, и вот со мной так обошлись, и я вот такой вот, ну, начинаете волноваться, начинаете расстраиваться, и руки опускаются, потому что, ну да, со мной теперь так будет всегда, и поэтому давай я переключусь, допустим, на работу, я не буду вообще входить ни в какие отношения, потому что я не верю, а суть-то не в этом была, но суть была в том, что когда вы начинаете пересматривать свое прошлое, свою какую-то ситуацию, не включаться эмоционально, без эмоций посмотреть, что делал я, что делал партнер, чему он меня учил, чему я училась, либо учился, чему я должен прийти, сделали эти выводы, оставили позади этот мешок с четверкой педакли, который вы таскали, да, то, что было ценное самое, и пошли дальше, а вы не докручиваете, понимаете, вы начинаете этот процесс, да, анализы, вы входите в состояние, а потом как в болоте залипаете в этом состоянии, попадаете в четверку мечей и потом в девятку жезлов, вот смотрите, вот вы входите вот в эту четверку кубков, не мечей, а в четверку кубков, вот, когда у вас нету желания, я уже все пробовала, зачем анализировать, а вот девятка кубков, фу, девятка жезлов, все перепутала, девятка жезлов, она говорит как раз-таки о нашем прошлом опыте, о том, что мы должны сделать какие-то выводы, вот, проанализировать ситуацию, да, та остановка, которая у нас есть, и идти, двигаться дальше, а вы этого не делаете, вы как будто бы не докручиваете, вы постоянно, как в пятерке кубков, смотрите о том, что вы утратили, да, что вы наделали, но при этом вы не замечаете то, кем вы стали благодаря этому опыту, понимаете, не так смотрите, не под тем углом, не под тем ракурсом, здесь нам вот это вот показывали, и до этого карты, то есть, вот это вот сознание, да, изменить, хорошо, что будет дальше, после этого сложного этапа, вот опять вы возвращаетесь в прошлое, в шестерку кубков, опять, вспоминаете, как вам было хорошо по девятке кубков, да, как вы наслаждались, как вы радовались, и опять умерли, вот, ну, понимаете, у вас здесь идет сценарий один и тот же, вы по тому, одному и тому же кругу идете, если вы это не поймете, не доработаете, вы так и будете ходить по одному и тому же кругу, вот вы начинаете вспоминать свое прошлое, в шестерке кубков, идете в девятку кубков, где вы наслаждаетесь удовольствием, все такое, вспоминаете, да, то есть у вас есть эти приятные воспоминания, в конечном итоге, и все, воспоминания включились в этот процесс и залипли в болоте, не действуете, вы не можете, потому что нет усилий, да, то же самое, что и здесь, вот по четверке кубков, то есть у вас здесь один и тот же сценарий, вы как будто бы, знаете, как заезжие пластинка, идете, идете в мое время винильные пластинки, и надо были к ним очень аккуратно носиться, потому что, если будет какая-то царапина на пластинке, и ты ставишь, пикап, боже мой, сто лет в обед это было, вот, проигрыватель этот, вот он доходит вот так до, до той царапины, и потом, воп, перепрыгивает, и опять одно и то же, да, поэтому мы и говорим, заезженная пластинка, да, то есть он дойдет до какого-то этапа, он дальше не идет, почему, потому что вот эта вот царапина, да, на пластинке, она мешает, и вот эта вот царапина, в вашем случае, является то, что вы залипаете очень глубоко, уходите вот в эти переживания, в эти эмоции, а вам этого делать не нужно, что вам делать нужно, а вам нужно завершать мир, аркан мира, 21 аркан, да, завершение, вам нужно завершать эту ситуацию, вам нужно понять, что все, уметь вовремя оставлять, и замечать возможности, новые возможности, да, то есть сделать вывод, вы не доходите до вывода, до конечного, то есть вы на эмоциональный уровень переходите, а до ментального выше не поднимаетесь, не хватает, а если не поднимаетесь на ментальный уровень, вы можете пойти дальше, то есть изменить вот эти свои сценарии на каузальном, то есть в теле, но дальше уровнем вы не идете, хотя здесь этап уже завершенный, 21 аркан мира, она показывает, что вы уже получили какие-то результаты, вы уже достигли, а вы этих результатов не видите, понимаете, вам кажется, что вы зависли в том состоянии, в котором вы были раньше, хотя вы изменились, что еще, что еще, здесь аркан влюбленных на повторе тоже идет, вот смотрите, вот здесь вот молодой человек, да, он стоит с цветами и ждет, вот как будто бы свою возлюбленную, только смотрит он, ну сейчас у вас в зеркальном отражении будет, а у меня в правильном, да, то есть он смотрит в прошлое, а он не смотрит, ну то есть смотрит налево, он смотрит как-то в прошлое, понимаете, вот вы как будто бы что-то из прошлого ждете еще, что какие-то там будут изменения, что что-то будет хорошее в этом прошлом, а вам нужно уже развернуться в другую сторону, вам уже не нужно ждать из этого прошлого, вот в этом прошлом вы понимаете, вы постоянно как-то конкурируете сами собой, в этом прошлом вы как-то разочаровываетесь, ссоритесь сами собой, и вот здесь аркан сила, он очень интересный, здесь нарисована Мона Лиза с ребенком и кошкой в воздухе, да, здесь аркан сила, он говорит о том, что здесь практика, то есть ты можешь создать все, что ты хочешь, но для этого тебе нужно практиковаться, то есть теория это хорошо, но на практике ты только сможешь получить правильные результаты, да, и здесь я не могу понять, то ли они в эту кошку, то ли они ее создали, то ли они ее с земли подняли, потому что вот здесь вот внизу земля, вот, они ее поднимают волшебством, то есть если долго практиковать, то можно получить тех результатов, которые ты хочешь, но здесь вопрос о практике, он говорит о том, что ты что-то делаешь, что ты понимаешь свои результаты, своего труда, и потом ты его изменяешь, то есть если что-то тебе не нравится, какой-то результат, ты вправе его изменить, да, и вот как раз повтор, повтор, но повтор не то, чтобы получать одни и те же результаты, а повтор то, чтобы добиться того результата, который ты хочешь, да, что становится мастерством, так вот у вас вот этого вот момента не происходит, то есть вы повторы совершаете, а другого результата не получаете, хорошо, что же будет дальше, не показывает там карта, здесь такое ощущение, что вот вы, заезженная пластинка, если предположим, что вы все-таки это осознаете, и сделаете какие-то выводы из своего прошлого, и что-то будете делать по-другому, потому что здесь вот этот вот дьявол, он вас держит, понимаете, вот за это вот ваше прошлое, вас держит дьявол, чтобы вы осознали, каким путем вы к этому всему приходите, что вы, вы не понимаете, что вы меняетесь, да, что вот благодаря вот тем неурядицам прошлым, вы стали другим человеком, вы вот это вот, себя другого не видите, а вы видите себя прошлым, и получается, что вы дублируете одно и то же, одно и то же, вы уже стали другим человеком, ну то есть вам уже там 30-40-50 лет, да, а вы все равно видите себя маленьким мальчиком, либо маленькой девочкой в шортиках, ну и не идет несостыковка, если предположить, что вы все-таки увидите вот этот вот свой сценарий, и измените какую-то модель, почему, потому что этот сценарий может проходить на всех сферах жизни, вы везде так мыслите, да, это вот ваша модель, если вы все-таки осознаете, измените, что будет в следующем этапе, потому что пока идет на повтор, а здесь мне карты говорят, что от вас зависит, вот здесь от вас зависит, потому что звезды здесь выпадают, я уже, по-моему, показывала этот аркан, где женщина приходит к гадалке, вот в этом шатре в каком-то палатке, вот протягивает ей руку, и сверху вот здесь вот звезды нарисовано, ну то есть как звезды лягут, когда мы полагаемся на судьбу, а здесь вам нужно на вас, и вот здесь вы как раз как потом выпадает суд, вот потом у вас придет перерождение, вот как только вы осознаете, вот смотрите здесь суд, да, явление Христа народу, как только вы переосознаете вот этот вот свой сценарий, да, вы сразу выйдете, то есть суд это вот будет полное завершение, да, вы сразу сможете выйти на тот уровень, даже не на тот уровень, а пойти дальше, вот перепрыгнуть вот эту вот заезженную пластинку, почему, потому что вот, знаете, с точки зрения глифов, вот 20-й аркан, да, здесь всегда нарисован мужчина, женщина и ребенок, на самом деле, ну то есть в классике, да, там они из гробов выходят, так вот смысл этого аркана, глифов более глубокий, он заключается в том, что у нас есть сознание, да, это мужчина, у нас есть бессознательная, это женщина, и у нас есть ребенок, соединяющий сознательно и бессознательно, это наше восприятие, то есть вот здесь вот как раз таки все зависит от того, как ты будешь воспринимать, то есть мужчина дает одну информацию, женщина дает другую информацию, но все зависит от ребенка, как он будет воспринимать, если вы информацию будете вот воспринимать, вот эти вот изменения, чтобы произошли, вы должны по-новому, да, как у Шута, вы должны по-новому на это все посмотреть, свежим взглядом, а не замыленным, и вот это вот является соединением нашего сознательного и бессознательного, только тогда у нас происходит перерождение только тогда мы смотрим на вещи иначе что такое перерождение на это когда мы смотрим на вещи мы стали другим человеком мы стали воспринимать вещи по-другому вот за это у нас ответственно ребенок а что она поможет воспринять вещи по-новому вот вам что поможет данном случае ту же слов начало новое начало новое начало здесь у прям всякие там бедерочки кувшин эти кувшины что-то такое с краской человек сидит и он рисует дерево вот как он его нарисует разукрасить то есть новое начало новое новое желание то есть знаете вот это вот искра иска нет у вас этой искры да поэтому вы я в самом начале вам говорил что я видела вас в корейце чтобы куда-то едете вот эту черную дорогу непонятно куда до свет в туннеле неизвестно вы хотите уйти от той ситуации но не убегать надо а посмотреть этой ситуации глаза поэтому вам не хватает искры вам не хватает движения а движения нет потому что вы застряли в прошлом залипли ну вот наконец-таки разобрались тройка уже по моему последние расклады я всегда говорю что третья позиция мне непонятно я не понимаю что с вами происходит я не могу определиться и у вас скорее всего такое же состояние было потому что я считаю это ваше состояние и вот наконец-таки мы разобрались чем причина была причина была вот как раз таки ваше мышление что вам нужно изменить вот это вот вашу не быть упертым как я говорила ранее да а изменить вашу модель пересмотра той ситуации не залипать в эмоциях вытаскивать себя холодным разумом логика это что у вас как раз таки присутствует и дальше делать выводы и дальше двигаться вот не хватало вам вот этой вот детальки обка большая 3 дня позиции полчаса ну здорово потому что тройки как и двойкам мало времени себя достается хорошо а я благодарю вас за внимание благодарю тани за идею к раскладу надеюсь я еще и дополнила свои идеи вас и надеюсь вам не напрягало это благодарю за внимание и до новых раскладов не забывайте ставить лайки нажимать на колокольчик чтобы получать оповещение моих новых раскладов потому что последнее время youtube вообще снизил просмотры моего канала и никаким образом не не предлагает да и поэтому очень мало людей многие даже не знают что расклады выходят три раза в неделю вот теперь вы будете нажимаете поэтому на колокольчик чтобы получать оповещение с вами прощаюсь всем пока пока отличного настроения желаю